На спортивной коробке по улице Цивилёва в играх по хоккею в Валенках участвовало 8 команд. В этом году турнир на призы депутатов Гурсовета и Народного Хурала был посвящен Дню Защитника Отечества. Несмотря на холодный ветер, спортсмены были настроены показать упорную борьбу и соперничество. Если честно, мы участвуем первый раз, нам позвонили, благодаря поддержке наших депутатов, решили впервые попробовать такое. В основном мы играем в хоккей-шайбы и на коньках. На Валенках играем первый раз, но решили попробовать. Думаю, как уже сказали, это менее травматичный, как на Валенках. Но как это спортивная игра, любая, это же командная игра. Решили принять счастье и посмотреть, что это такое. В Донецке будем принимать счастье в таких традиционных видах. В хоккей на Валенках играть могут все, потому что не обязательно стоять на коньках, не обязательно умение кататься. Ну и, в принципе, спорт – это всегда хорошо. В прошлом году занял первое место, считаюсь победителем. Ну, в прошлом я занял третье. Не хватило немножечко. Турнир по хоккею в Валенках проводится уже в третий раз. В этом году он собрал рекордное количество команд. В первый турнир было пять команд, во второй турнир шесть команд, сегодня восемь команд. Среди них есть такие команды, как приборостроительное объединение, педагогического колледжа, получается, да, команда Шишковки, команда элеватора, команда компании «Поленом», получается, да, ну и так далее, получается. Все это дворовые команды. Будем болеть, мы, нынче, у нас выставляется команда от нашего округа, депутатская команда. А вообще за всех болеем, потому что это наша всеобщая организация, организована все, всеобщее. И настроение, короче, поднимается у людей, дети, много детей, чаепитие будет у нас. Самое главное, конечно, участие. Это развитие спорта. Мы ставим это приоритетной целью на нашем округе. Вот. Ну и еще хочу добавить, что наш праздник посвящен Дню Защитника Отечества. Сегодня это очень актуально. Первое место на турнире заняла команда Бурятского республиканского педагогического колледжа СК «Олимп», второе – «Поленом», а третье осталось за Шишковкой. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня.